Виктор Янукович Виктор Янукович начался сегодня в Киеве, самому ему разрешили участвовать в заседании с помощью видеосвязи, этого требует норм ЕСПЧ, а обвиняемый жаловался в Европейский суд на то, что Киев не соблюдает его права. Ну а чтобы обеспечить присутствие Януковича, заседание перенесли на 18 мая. Бывшего президента Украины обвиняют в госизмене, обвинение ему предъявили в прошлом году, также по видеосвязи. Виктор Янукович сейчас живет в России. Он покинул Украину в 2014-м после гибели протестующих на Майдане. И тогда же Верховная Рада лишила его полномочий. А накануне стало известно, что Интерпол прекратил розыск Януковича, так как международная полиция сочла, что политика преследует по политическим мотивам. Киев собирается обжаловать это решение. Сирийская вооруженная оппозиция вернулась за стол переговоров в Астане. Там сегодня продолжаются встречи при участии России, Турции и Ирана. Вчера оппозиция приостановила свое участие в переговорах. Они заявили, что столкновения в Сирии продолжаются, а встречи ни к чему не приводят. И потребовали от режима Башара Асада прекратить бомбардировки. Тем временем Россия предложила создать в Сирии четыре зоны безопасности. В них запретят применение оружия, создадут условия для гуманитарных организаций, а также восстановят социальную инфраструктуру. Гарантами безопасности в таких зонах ставят Россия, Турция и Иран. Это соглашение должны подписать сегодня, даже если сирийская оппозиция вновь откажется принимать участие в переговорах. Глава Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что Россия активно помогает киберпреступникам и до сих пор влияет на политику в США. Какую угрозу, по вашему мнению, представляет Россия для наших демократических процессов, учитывая все, что вы знаете? Ну, конечно, на мой взгляд, самую большую угрозу из всех стран на земле, учитывая их намерения и возможности. По мнению главы ФБР, Россия может вновь вмешаться в президентские выборы в США. Впрочем, он добавил, что до окончания расследований не будет давать никаких подробных комментариев. Москва, напомню, все обвинения отвергает. В Белом доме не согласились с Джеймсом Коми. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер напомнил, что, по мнению Дональда Трампа, главная угроза в современном мире – это Северная Корея. Журналисту «Новой газеты» гражданину Узбекистана Али Фирузу отказали в политическом убежище в России. Полиция проверит редакцию из-за его трудоустройства. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. В МВД пока не комментируют информацию, но в редакции газеты заявили, что у них на руках еще нет документов. Сам журналист будет вынужден покинуть Россию, иначе его депортируют. На родине Фирузу грозит обвинение в сотрудничестве с террористами. «Новая» утверждает, что журналисты пытались завербовать местные спецслужбы. Сегодня на свободу вышел сторонник движения «Антифа» Алексей Сутуга. Он отбывал наказание за драку с националистами. Сутуга по прозвищу «Сократ» был приговорен к трем годам и одному месяцу колонии. По версии следствия, он молотком избил людей в кафе. Сам Сутугу вину не признает и говорит, что пытался разнять драку, но никого не бил, и тем более молотком. Правозащитный центр «Мемориал» признал Алексея Сутугу политзаключенным. «Ощущалась поддержка, совещала солидарность с друзьями. Ну, планы, думаю, тем же самым заниматься, чем и занимался всегда. В принципе, хочу пообщаться с моими старыми друзьями, которых давно не видел. Их хороших почитать, которых давно не читал. Музыки послушать». Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин подал в суд на ФСИН, Следственный комитет и Генпрокуратуру. Дадин считает, что они передали видеозаписи из колонии, где он отбывал наказание, телеканалу РЕН-ТВ и могли этим самым нарушить его право на частную жизнь. Иск подали после того, как власти отказались предоставить те самые видео из колонии в Европейский суд по правам человека. Дадин пожаловался в ЕСПЧ на пытки. Россия заявила, что эти видео — секретная информация. Но активист недоумевает, как такая секретная информация попала на телеканал, где была опубликована без его согласия. Пекин накрыла песчаная буря. Она пришла из соседней Монголии. Облака пыли зависли над значительной частью северного Китая. Пекинская метеорологическая служба зафиксировала превышение нормы и объявила тревогу. Власти рекомендуют реже выходить на улицу, а детям и пожилым людям вообще не покидать дома. Это главные новости к этой минуте. Следующий выпуск ровно через час. Меня зовут Егор Максимов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова